Итак, для тех, кто собирается вместе с нами в экспедицию на Байкал, внимание, вопрос. В рамках какого сверхсекретного проекта фашистская Германия разрабатывала пилотируемые полёты в космос? Ответы присылайте с 22.00 до 2.00 ночи по московскому времени на сайт www.prokopenko.tv Подсказка есть внутри фильма. Повторяю, в рамках какого сверхсекретного проекта фашистская Германия разрабатывала пилотируемые полёты в космос? Информации об этом не очень много, но тем не менее, рассекреченные документы свидетельствуют о том, что неопознанные летающие объекты довольно часто наблюдали в годы Великой Отечественной войны. Есть очевидцы, которые рассказывали о серебристых дисках, которые висели над нашими войсками на Курской дуге. В ходе Сталинградской битвы несколько летающих тарелок неподвижно висели над Волгой. Что это было? Массовый оптический обман? Разведывательные аппараты противника? Что? Как известно, в фашистской Германии активно изучали так называемые внеземные технологии, которые позволили бы создать оружие возмездия. Однако информации об этом немного. Искали немецкие учёные на планетные тайны и на территории Советского Союза. Что им удалось найти и почему немецкие учёные так много внимания уделяли нашему Кольскому полуострову? 2 июня 2017 года над немецкой антарктической станцией Ноймайер пролетел неопознанный летающий объект. Вот что писали газеты на следующий день. Едва различимый шар серого цвета проследовал над станцией ровно в 11 утра. Однако снимки со спутника показали, что сверху объект напоминает скорее треугольник, чем шар, а многократное увеличение поставило исследователей в тупик. Они вдруг обнаружили, что июньский НЛО очень напоминает летательные аппараты конструкции Шривера-Хабермоля, которые испытывали ещё в нацистской Германии. Известно, что разработкой летающих тарелок занимались немецкие учёные-инженеры и даже медиумы тайных обществ Туле и Врил. А с середины 30-х годов к этому подключится Аненербе, спецподразделение и следующее оккультное наследие предков. В архивах Королевских ВВС Великобритании хранятся рассекреченные рапорты лётчиков о том, что во время бомбёжки Германии они встречали странные летательные аппараты в форме жёлудя или колокола. Чешские СМИ сообщили, что имеются показания 19 офицеров вермахта. По долгу службы на секретном полигоне Чехословакии они испытывали летательные аппараты конусообразной формы. По их словам, выглядело это так, будто египетские пирамиды парят в воздухе. Более того, авторитетные учёные, такие как Ян Вархельсинг, Норберт Радхофер, Владимир Дерзицкий, свои исследования посвятили взаимоотношению тайных нацистских обществ с инопланетным разумом. Учёные утверждали, что в 1936 году на окраине немецкого города Фрайбург-Имбрайсгау рухнул дискообразный объект с существами внеземного происхождения, и отряды СС перевезли его в секретную резиденцию – замок Вевельсбург. А в конце войны под ледяным покровом Арктики и Антарктиды нацистские учёные якобы нашли энергию, позволяющую их летательным аппаратам совершать полёты на Луну, Марс и даже перемещаться во времени. Что здесь правда, а что вымысел? Кто стоит за мифом о летающих тарелках Гитлера? И неужели Аннелло, пролетевший в июне 2017 года над немецкой антарктической станцией Ноймайер, связан с секретными разработками Анненербе? Уиндл Стивенс, отставной американский полковник, незадолго до смерти в одной из своих книг написал. «Нашей разведке, где я работал в конце войны, было известно, что у немцев имелось 9 исследовательских центров, на которых они испытывают летающие диски. 8 предприятий были успешно эвакуированы, а 9 взорвано». По словам Стивенса, он имел доступ к закрытой информации и прекрасно знал, что один завод по производству летательных аппаратов был перевезен в район Амазонки, три других в секретные подземелья северного побережья Норвегии, а остальные доставлены на Антарктиду на базу 211, известную еще как новая Шваби. Американский полковник сообщил, что для переброски предприятий, людей и продовольствия нацисты заблаговременно построили 8 гигантских субмарин. Помимо этого использовались более 100 серийных подводных лодок класса У, в том числе 35 субмарин сверхсекретной эскадры конвой фюрера. Одна из них, У-977, сделала несколько рейсов за Полярный круг, к земле Александры. На ее борту была строительная техника. Другая подлодка У-530 вышла из Киля 13 апреля 45-го года и направилась в Антарктиду, куда доставила реликвии Третьего рейха и личные вещи Гитлера, а также пассажиров, лица которых скрывали хирургические повязки. Так утверждал полковник Уиндл Стивенс. Немцы нашли на полюсах очень много подводных пещер, которые идеально подходили для их субмарин. Эксклюзивное интервью из США. Джозеф Фаррелл написал несколько книг о Третьем рейхе, в которых исследует в том числе истоки технологического прорыва. По его словам, первое, что сделали нацисты, когда пришли к власти, организовали особый отдел для поиска независимой колоссальной энергии. В один из проектов были включены работы профессора Вальтера Герлаха. Он пытался создать антигравитационный двигатель. Устройство, способное совершать поступательное движение без взаимодействия с окружающей средой. Вальтер Герлах возглавлял эти работы. Многие ошибочно полагают, что он создавал атомное оружие. Я с этим не соглашусь, поскольку специализацией Герлаха была именно гравитация. И он, как и его учителя, говорил об эффекте скручивания пространства. Герлах также работал над технологиями, способными управлять ходом времени. По словам исследователей, свои испытания Вальтер Герлах проводил в том числе и за полярным кругом. Но каков был их результат? На побережье Карского и Баренцево морей в окрестностях Тикси и Таймыра в вечной мерзлоте до сих пор находят железные бочки с белым орлом, сжимающим в когтях венок со свастикой. Маркировкой нацистского вермахта. Откуда взялись здесь эти бочки? Не могли же их принести морские волны? А сколько тайн скрывает Кольский полуостров? Известно, что в планах гитлеровского командования одной из задач был захват Мурманска с его незамерзающим портом, местом базирования Северного флота. Помимо этого, немцев привлекали редкоземельные металлы, необходимые для военной промышленности. И еще. Многие исследователи указывают на странный приказ немецкого командования. Для удержания скалистых высот были развернуты подразделения элиты СС, горные стрелки дивизии Эдельвейс и танковое соединение Тоттенкопф, более известная как дивизия Мертвая голова. Главный вопрос, зачем ставить элиту и держать ее на протяжении стольких лет, чтобы удерживать высоты, когда можно поставить обыкновенных, причем даже не обязательно немецких, можно поставить там финнов, можно поставить там норвегов, которых было в достатке, и держать все эти высоты неприступными, потому что, ну, они заняты. Любопытный факт. В местах базирования элитных подразделений СС не найдено ни одной стрелянной гильзы. Зато, по словам исследователей, есть следы проводимых строительных работ на сопках и в таинственных пещерах, уходящих глубоко под землю. Исследователи утверждают, что в подземных лабиринтах до сих пор можно наткнуться на нацистские подпрыгивающие мины лягушки и разного рода заграждения, видимо, не просто так установленные в конце войны. Более того, в сопках нередко встречаются разные болты, гайки и крупные запчасти военного времени, хотя какая-либо техника отсутствует. А еще силикатные кирпичи. Их много. Возможно, они использовались как фундамент для подъемных кранов. Но откуда здесь взялись кирпичи? Это можно сделать только пешком, только принести что-то на себе, потому что техника из-за пересеченного и ломаного ландшафта, то есть там нет сопок пологих, на которых можно забраться и спуститься, там все вот пересечено. То есть транспорт там отпадает. Там отпадает какой-то воздушный транспорт, потому что с самолета очень много воды, очень много озер, куда оно упадет и как оно упадет тоже. То есть, ну, у меня было такое ощущение, что доставляли туда чем-то таким очень странным. Из рассекреченных материалов видно, что Кольский полуостров был в центре внимания Ананерме. Научная экспедиция под руководством Эрнста Молдашева подтвердила версию, что в этих местах немцы испытывали летающие дискообразные аппараты. Во-первых, здесь тянется огромная кварцевая жила, пьезоэлемент, который может быть источником колоссальной энергии. Во-вторых, много озер относительно небольших размеров, расположенных в глубоких котловинах. Их еще северяне называют лужами. Есть такое небольшое озеро, я его назвал черным, потому что в отличие от всей Кольской северной воды, то есть там озера прозрачные. Они, да, они в плохую погоду могут выглядеть как угодно, черные. А там просто вот в любую солнечную погоду вода черная. Вот. Во-первых, либо там торф, либо нет дна, потому что вот смотришь и все, дна нет. Вот. Зачем-то либо немцы, либо до них прорубили в скале ход к этому озеру, выслали, значит, что-то типа небольшую пристань. Но чем эти озера могли привлечь Анненерды? Исследователи утверждают, что один из типов двигателей, который спроектировал инженер Виктор Шаубергер, был водным. На чертежах в центре тарелки указана полость, заполняемая жидкостью. Электромагнитный двигатель разгоняет ее по кругу. Это вызывает вихревые потоки. Возникает эффект антигравитации, и аппарат взлетает. По всем теоретическим выкладкам Шаубергера, скорость такой тарелки должна превышать 20 тысяч километров в час. Для сравнения, тогда самые быстрые самолеты развивали в час менее 700 километров. По одной из версий, перед взлетом такого дискообразного аппарата, медиумы аненербе делали колдовское заклинание на воду. Вот только зачем? Если тарелка исправна, ей разве нужны магические обряды? Или дело в чем-то другом? Заметим, что немцы неоднократно обращались за магической поддержкой к тибетским ламам и охотились за шаманами по всему свету. Известно также, что аненербе к своим работам старалась привлекать специалистов, обладающих паранормальными способностями. Есть задокументированные свидетельства об экспериментах, во время которых медиумы СС силой мысли пытались перемещать предметы на расстоянии, предварительно призвав на помощь духов и разного рода потусторонние сущности. Посмотрим всю традицию, не только современную эстросенсорику, потому что там вранья очень много, традиция мистических школ Востока, Запада, Европы, Азии, в общем, в Южной Америке таких школ существовало очень много. Но мы видим, что всегда человек это делает с помощью потусторонних сущностей. Это и великие цивилизации Индии, и великие цивилизации Китая, и тот же сибирский шаманизм, и кельтские традиции европейские. То, что еще недавно казалось сказкой, сегодня уже всерьез обсуждается учеными. Например, параллельные миры. С развитием квантовой физики оказалось, что они существуют. Но маги, колдуны, шаманы, по словам исследователей, всегда знали о другой реальности и даже могли с ней взаимодействовать. В состоянии транса они входили в иное измерение, чтобы получать нужную им информацию. Во все времена маги считали, что вода обладает волшебными свойствами. По преданиям, с ее помощью ворожей видели все наперед и предсказывали судьбу человека. На бытовом уровне это может быть мельничный омут, где вода вращается в вихре. Помним, князь Серебряный, знаменитая книга Толстого. И вот помните, в начале книги он видит свое будущее в этом водовороте, ему предсказывают. Так оно все и сбывается. Опять же, у славян было популярно выливание расплавленного воска в подсоленную воду. И когда человек концентрировался, эти фигуры образовывали какие-то изображения. Однако, по словам исследователей, поскольку вода – это система магических зеркал, с ее помощью древние маги могли не только предсказывать события, но и скрывать от посторонних глаз предметы, перемещая их в иное измерение. Неужели такое действительно возможно? И связаны ли с параллельными мирами загадочные летающие тарелки, которые видят по всему миру? Исследователи вспоминают нашумевший случай про похищение американской супружеской пары. Он официально зарегистрирован и занесен во все космологические справочники. В 1961 году супруги Хиллы жили в Портсмуте, где Бетти работала в социальной службе, а барни на почте. Он был афроамериканцем, а она евроамериканкой. Согласно документальным свидетельствам, ночью супруги возвращались в машине домой и увидели НЛО. Они остановились, чтобы разглядеть его получше. После того случая супружеской паре стали сниться кошмары, в которых их кто-то истязал. Бетти и барни обратились в психиатрическую лечебницу. Там с ними по отдельности провели сеансы гипноза. Показания полностью совпали. И выяснились обстоятельства, которые почему-то выпали из памяти супругов в минуты встречи с НЛО. Оказывается, в ту сентябрьскую ночь их машина была остановлена низкорослыми серыми гуманоидами. Но шокировало и другое. Рядом с гуманоидами стояли солдаты и офицеры в немецкой форме времен Второй мировой войны. Их глаза – ужасные, жестокие глаза. Всем распоряжались люди в форме. Они говорили на немецком, а серые существа им подчинялись и истязали нас. Именно так от первого лица выглядит расшифровка гипнотического сна, который может посмотреть в сети каждый. Зададимся вопросом. Откуда в 1961 году на территории США взялись военнослужащие Третьего Рейха? Неужели из параллельных миров? По словам исследователей, подобные мистические случаи происходят и в нашей. Не всегда они связаны с похищениями людей, но суд у всех историй одна. Человек неожиданно сталкивается с параллельной реальностью. Ну, мы, собственно, находимся на том самом месте, где все это происходило. Мы как раз остановились вот там вот возле дороги, прошли снизу вдаль реки. И вот уже сюда стали подниматься, ввиду того, что ничего мы не нашли, решили уже пройтись, посмотреть окрестность. Ну, что не зря приехали. Антон в свободное от работы время занимается поиском захоронений времен Великой Отечественной войны. Однажды он с товарищами искал пропавший танк в районе лесного массива Подмосковья, где проходила Можайская линия обороны. Они уже собирались идти домой, но что-то насторожило. Вначале прекратился свист ветра, затем исчезли шорохи, лес перестал шуметь. Совсем! Подумалось, что так не бывает. Вдруг они увидели, что в небе, примерно в двухстах метрах от них, кружит самый настоящий мессершмитт, немецкий одномоторный истребитель времен Второй мировой войны. Слышим вот сверху, с той стороны, гул пошел, винтового двигателя самолета. Вот мы стоим, стали наверх смотреть, и вот раз, он прямо вот так вот прошел над нами и развернулся, ушел в ту сторону. Он на самолете, ну, видно, разглядели, там кресты у него на крыльях снизу стояли. И стояли в недоумении, и потом через какое-то время снова звуки появились, все, ветер падал, зашумели деревья. Мы были в недоумении от этого, если честно. Вернемся на Кольский полуостров. По словам исследователей, здесь можно часто слышать стрельбу из автомата, канонаду или грохот движущихся танков. Хотя ничего подобного в реальности не происходит. Будто невидимая магнитофонная лента записала голос прошедшей войны. И периодически эта запись включается на полную катушку. Мы сидели с приятелем, ждали клеву, а там клев вечерний. Мы пришли пораньше, ну и поставили чайник, чаю закипятить. И вдруг за сотенней сопкой просто началась война. То есть такое ощущение, что взревела техника, несколько единиц, что-то типа танка гусеничного. Вроде бы как поехал мотоцикл. И начало что-то стрелять. То есть вот такое ощущение, что за сопкой кто-то проводил учения. Ну, зная, скажем так, периметр, где мы находимся, там ничего не может быть. Потом приятели проверят и убедятся, что в тот день ни в их квадрате, ни в ближайших учения не проводились. Однако перед этим произойдет еще одна мистическая история. Частыми появлениями аналу на Кольском полуострове никого не удивишь. Но однажды на очередной рыбалке наши исследователи столкнулись с чем-то необъяснимым. Буквально почувствовали его кожей. Версия того, что мы кого-то спугнули, скажем так, отпадает на начито, потому что там достаточно хорошая слышимость. Мы шли, у нас были волокуши, трещали, громко разговаривали, там что-то обсуждали. Вот. И начали уже бурить лунки. То есть, ну, звук достаточно серьезный. И вот тут над нашими головами пролетело нечто. То есть это нечто, опять же, по нашим фантазиям, потому что оно летело очень быстро. Вот. Мы просто вот, вот я лично как бы, я даже не увидел, я почувствовал тень. Вот. И такое ощущение, что оно вот чуть ли не коснулось, собственно, моей головы. То есть очень низко это летело, как будто вот, ну, поток воздуха и так далее. Примечательно, что звук, возникший через секунду, по словам исследователя, был словно из другого и нашего мира. Я, скажем так, ну, имею некоторое отношение, скажем так, к звукам. Вот. Таких звуков я могу сказать, что в природе не существует. Значит, основа, он состоял из двух звуков. Значит, основа – это низкочастотный такой тон, как у, допустим, какого-нибудь такого модного синтезатора. Вот. То есть вот очень плотный, объемный. Вот. А вокруг него, значит, высокочастотный трель, но эта трель умудрялась вокруг вот этого вот основного звука выписывать в спирали. То есть я не могу сказать, что это выглядело, то есть слышалось как-то странно. Это, ну, вот, необычно и непонятно. То есть вот оно вот это вот пролетело, причем это ушло куда-то вперед, вот. А звук продолжал вот за ним, значит, следовать. Специалистам известно, что существуют каталоги звуков, охватывающие в общей сложности сотни объектов, наблюдаемых еще во времена СССР. Звуки, издаваемые метеоритами, имеют одну частоту, самолетами – другую. Свистящие радиошумы, образуемые разрядами молний – третью. Однако, по словам ученых, восприятие звуков может изменяться, если людей поместить в электромагнитное поле, которое, к примеру, создают летающие тарелки. Эти поля такой мощности, что могут не только искажать шумы, но и выводить из строя любую технику. Курская дуга. Танковое сражение у деревни Прохоровка. Такой масштабной и кровопролитной битвы еще не было в военной истории. Полторы тысячи танков и штурмовых орудий стреляли, взрывались, горели, крохотали и дымились на холмах и долинах вокруг Прохоровки. Вдруг над полем боя появляются странные объекты. Они по форме явно отличаются от немецких самолетов и, кажется, просто наблюдают за сражением. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое, знаю, героев Советского Союза, один летчик, другой танкист, они рассказывали, что что-то такое видели, какой-то диск висел во время Курского сражения, значит, и что такое, они, конечно, никто не знали. По словам исследователей, именно в момент появления НЛО две немецкие резервные танковые армии, подходившие на помощь к передовым армейским частям, остановились. Двигатели заглохли примерно на 10 минут. Случайность? Или электромагнитные поля летательных аппаратов вывели их из строя? По сохранившимся свидетельствам, в резервных танковых армиях, кроме «Пантер», были 50 прототипов будущих королевских «Тигров» с электрической трансмиссией. Новейшая разработка конструктора Фердинанда Порше. Но именно электроника и подкачала. А вот на нашу боевую технику электромагнитные поля летательных аппаратов никак не повлияли, поскольку в советских танках было только механическое управление. Мы их няли, как хотели. И мы в основном ударом корпусов танка вот мы их били. А он такой оригинальный, потому что он плавающий, он такой вот загнутый. И вот прямо как бы подминали под себя их удар, и они как бы уходили под нищие. Исследователи утверждают, что основой для создания немецких летательных аппаратов дискообразной формы, которые так похожи на летающие тарелки инопланетян, были заложены еще в конце 30-х годов. Установлено, где испытывали летающие тарелки. Это полигон Пенемюнда, известный как ракетный центр Третьего Рейха. К началу 40-х годов удалось испытать пять разных типов турбореактивных аппаратов. В это трудно поверить, но в общей сложности в Германии было создано более 100 единиц боевых летающих тарелок. Причем на различных двигателях, турбореактивных, электромагнитных и внутреннего сгорания. Более того, с 42-го года существовало даже конструкторское бюро, где разрабатывался дисколет с так называемым взрывным двигателем Штауфенберга. Принцип его действия основывался на взрыве. Топливо состояло из двух компонентов – воды и воздуха. Двигатель позволял развивать скорости поистине космического масштаба. Помимо этого, по словам исследователей, разрабатывался не менее перспективный летательный аппарат с артутным вихревым двигателем. Сверхсекретный проект получил кодовое название – «Колокол». Аппарат был до 5 метров в длину и около 6 метров в высоту. Он был в керамическом футляре для полета в экстремально низких температурах космоса. По словам ученых, космос лишь теоретически является вакуумом, то есть пустотой. Но если нет материи, то нет движения молекул, а значит, не может быть в космосе никакой температуры. Однако, исходя из общепринятой научной модели, большой взрыв породил не только Вселенную, но и космическое электромагнитное излучение. Его спектр, по утверждению ученых, отвечает абсолютно черному телу, имеющему температуру минус 270 градусов по Цельсию. Исходя из рассекреченных данных проекта «Колокол», у нацистов существовал план, связанный с космическими полетами. Для этого они испытывали аппараты с артутными двигателями в керамических футлярах. Радиоактивная субстанция «Ксерум-525» как бы раскручивалась в двигателе и создавала плазму с помощью подаваемого электричества. «Ксерум-525» — так нацисты называли раствор багряного цвета, смесь радиоактивного изотопа ртути с микроскопическими кристаллами. По словам исследователей в книгах по алхимии и древних индийских манускриптах, возраст которых по меньшей мере 2000 лет, говорится о колоссальной энергии, скрытой в ртути. Она приводит в движение вихрь, с помощью которого человек может самым чудесным образом перемещаться по небу на огромные расстояния. Если вы желаете составить собственное мнение о том, как устроен окружающий мир, уже знаете, что думает по этому поводу официальная наука, и вам не хватает других точек зрения по известным темам? Эта книга специально для вас. «Альтернативная история человечества». В ней мы собрали самые интересные факты и гипотезы, которые не вписываются в привычную картину мира, а вопросы, на которые официальная наука не дает исчерпывающих ответов, великое множество. Кого древние жители Земли принимали за богов, спустившихся с небес? Неужто все, что написано в Ветхом Завете, сказки древних авторов? Если Вселенная возникла в результате Большого взрыва, что было до взрыва? И почему американские индейцы не могли сосчитать даже пальцы на одной руке, но обладали невероятными знаниями по астрономии? Информация об этой книге на сайте прокопенко.тв. В санскритском тексте о древнеиндийских виманах есть интересная фраза, которую нередко цитируют ученые. На северной стороне следует расположить превращенную смесь магнетита, слюды и сброшенной кожи змеи. А кристаллы следует положить в нужные центры. О какой бы сброшенной коже змеи ни шла речь ясно одно. Древние двигатели помимо ртути подпитывались кристаллическими элементами. Сходство ксерума-525 с описаниями двигателей из древних манускриптов позволяет исследователям предположить, что кто-то из нацистских ученых прочитал древнеиндийский текст и, возможно, сумел понять его смысл. В любом случае, проект «Колокол» с точки зрения эзотерики представлял собой попытку реконструировать древнюю утраченную технологию, более прогрессивную, чем была на тот момент. Они конструировали не только аппарат для полетов в космосе, но и машину времени. Ртутный двигатель создавал эффект скручивания или сдвига пространства. Вот если вы возьмете банку из-под газировки и свернете ее как тряпку, вы как бы перекручиваете пространство. Точно так же теоретически можно обращаться с гравитацией, перекручивая ее силовые поля и перемещаясь во времени. Так считали нацисты. Недавно в США просочились в печать сведения, что в конце 80-х годов на Землю после 50 лет отсутствия вернулся отряд из трех нацистских космонавтов. Якобы они приводнились на поверхность Атлантического океана, и их подобрали американцы. И что даже внешность космонавтов за полвека не изменилась. НАСА эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Почему? Кому-то выгодно, чтобы этим невероятным слухам верили. Или нет дыма без огня. И как объяснить, что технологии нацистской Германии были самыми передовыми к началу войны? Ведь оттуда после прихода Гитлера уехали все авторитетные ученые. Каким образом удавалось создавать проекты, за которыми после войны будут еще долго гоняться спецслужбы всех сверхдержав? К моменту, скажем, начала Второй мировой войны, немецкая сухопутная армия, тактическая авиация, они действительно могли считаться лучшими в мире. Немецкий флот также поражал воображение. Обратимся к статистике. Всего за четыре года войны Германия ввела в эксплуатацию почти 1200 суперсовременных по тому времени подводных лодок. Они обладали бесшумным ходом, что затрудняло их обнаружение при помощи гидроакустики. Запас топлива позволял им без дозаправки проходить по 9 тысяч миль, что по тем временам считалось фантастикой. Они отличались от подлодок других стран отличной маневренностью, низким силуэтом, усовершенствованной системой руля, имели по два переископа и две пушки. Субмарины несли на борту уникальные для того времени самонаводящиеся электрические торпеды, которые не оставляли на поверхности воды характерных следов из пузырьков. Но главное, обычные лодки при погружении отключали дизель и переходили на электромоторы. На немецких же стояли гидравлические и гидродинамические технологические новинки, а также системы кондиционирования воздуха, о которых тогда писали разве что в фантастических романах. Более того, к продукции новых технологий Германии относятся баллистические и радиоуправляемые ракеты, реактивные истребители и бомбардировщики, умные бомбы, пушки, вызывающие мини-торнадо, лучевое оружие, которое после войны назовут лазерным. Мало кто знает, что их танки «Пантера» были прототипом конструктора «Лего». Танки легко трансформировались под любой вид оружия, ведь пушки нового поколения в те годы появлялись стремительно. Нельзя не отметить и ту гигантскую нацистскую инфраструктуру, которая была буквально заточена под создание разного вида оружия. В донесении разведки союзников 14 октября 1945 года говорилось, «Мы нашли под землей в Чехословакии, Австрии и Венгрии 107 заводов, больше, чем предполаганий. Целые подземные города с тройным кольцом охраны, которых разрабатывали неизвестное нам вооружение». А за полгода до этого, 29 апреля 1945 года, радио Берлина сообщит, в ближайшие часы чудо-оружие испепелит врагов Рейха. Его применение санкционировал сам фюрер. Правда, через сутки Гитлера не станет. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством. Это дает повод историкам спорить, действительно ли Германия вела разработки какого-то супероружия, способного изменить ход войны, или это всего лишь очередная пропагандистская уловка. Но главная тайна в другом. Покончил Гитлер жизнь самоубийством? Или миру предъявили его двойника? Почему многие исследователи скептически относятся к официальной версии, что Гитлер покончил жизнь самоубийством? К примеру, относительно недавно аргентинский историк Абель Басти опубликовал книгу «Гитлер в изгнании», где заявляет, что фюрер после войны скрывался в Аргентине. Кстати, в 1945 году почти то же самое написали газеты «Чикаго». Авторы статьи предполагали, что Гитлер ускользнул в Южную Америку. Есть и другие версии о его исчезновении. Например, некоторые исследователи считают, что возможным местом жительства фюрера стала база 211 в районе земли Королевы Батт. Природа всех этих гипотез, по словам психологов, объясняется просто. Невозможно понять, почему Гитлер добровольно принял смерть. У него было всё. Деньги, золото, бриллианты. Даже в последние дни войны он обладал безграничной властью среди своего окружения. Он мог сделать пластическую операцию, имея личных хирургов, и поселиться в уютной послевоенной Швейцарии. Или остаться в тихой Баварии, где бы его никто не узнал. У него даже были личные подводные лодки, на которых он мог скрываться, подобно капитану Неману. То есть, по словам исследователей, у Гитлера был выбор. И если в такой ситуации он действительно кончает жизнь самоубийством, как говорится в официальной версии, значит, должна быть веская причина, которая бы перевесила чашу, заполненную перспективами безмятежной жизни. И здесь, по мнению исследователей, мы вновь упираемся в мистику. Дело все в том, что важнейшей частью оккультных представлений было представление о переселении душ. Физическое тело – это был сосуд для того, чтобы временно прибежище для бессмертной души. И, естественно, что Гитлер, который сам имел представление или сам считал себя реинкарнацией определенного рода великих людей прошлого, очень хорошо понимал, или для себя, по крайней мере, понимал, или считал, что физическая смерть – это просто возможность для его души перейти в какой-то иной план существования, перейти на иной уровень духовного развития. И там, из этого, из духовного мира, осуществлять влияние на ход земной истории или ход земной эволюции. Известно, что ученые Ананерба пришли к пониманию единого энергоинформационного поля Земли, о чем сейчас много говорят и пишут. Согласно тибетским учениям, после смерти сознание человека не исчезает. Не потому ли в последние дни Рейха в апреле 45-го года в бункере фюрера и прилегающих к нему кварталах штурмующие Берлин советские солдаты обнаружат более тысячи трупов тибетцев, одетых в немецкую форму в Афан-СС, но без знаков различия. По словам нашего эксперта, Адольф Гитлер искренне верил в переселение душ. Он считал себя реинкарнацией короля Фридриха Великого, потомка Гогенцоллернов и Ганноверской династии. И в своем кабинете всегда держал его портрет. Примечательно, что за годы правления Фридриха Великого, начиная с 40-х годов 18 века, территория Пруссии увеличилась вдвое. Старый фриц, как нередко называют короля Фридриха, историки, неистово увлекался магией. Гитлер тоже делал ставку на магические силы для того, чтобы вершить судьбы Германии и всего мира. По словам исследователей, это была подсказка духа Фридриха Великого. Фюрер считал, что новой Германии необходимы огромные человеческие жертвоприношения. Тот, кто приносит такие жертвы, заключает союз с могуществами Шамбалы и получает от них власть. По личному указанию Гитлера, руководитель СД Рейнхард Кейдрих начнет создавать первое гетто и станет управляющим системой концлагерей, принося массовые жертвоприношения неведомым могущественным силам Шамбалы. И Гитлер станет одерживать одну победу за другой, пока не споткнется под Москвой. Как знать, возможно, идея наложить на себя руки также пришла к Гитлеру из параллельных миров. В этом отношении всегда для Гитлера его самоубийство было очень важным духовным деянием. Гитлер считал, что как только сегодня в Германии, как только именно на территории Германии сойдутся, скажем, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, то, учитывая ту полярность духовную, которая существует между двумя типами нашей цивилизации, неизбежно начнется война и столкновение. Иными словами, самопожертвование Гитлера, по мнению нашего эксперта, означало не наступление мира, а продолжение Второй мировой войны. Своим уходом Гитлер как бы вырвал стержень, скреплявший антифашистскую коалицию СССР, США, Великобритания. Он становился проводником конфронтации, архитектором разрушения. И ведь на самом деле уже через несколько месяцев после его смерти начнется новая война. Холодная, которая в любую минуту может перерасти в реальное противостояние. Парадокс, но мы сегодня знаем о том, что по существу даже Черчилль уже имел план, допустим, который он назвал немыслимое, начало войны с Советским Союзом 1 июля. То есть эти идеи Гитлера, они не были абсолютно бредовыми и беспочвенными. В общем, как мы знаем, именно здесь соприкосновение Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, ну и Великобритании на территории Германии действительно породило новый период, период холодной войны. Исследователи обратили внимание на то, что между датой рождения Гитлера 1889 год и обрушением Берлинской стены в 1989 году прошло ровно 100 лет. Случайность? Или это мистическое число, являющееся символом окончания противостояния СССР и Запада? Но на самом деле именно после падения Берлинской стены началось разрушение нашей страны, о котором так мечтал Гитлер. Разве сегодня, как грибы после дождя, не пробиваются на поверхность неонацистские организации? Украина, Прибалтика. Даже тихую Финляндию охватила горячка ультрарадикалов. Это наглядно показали декабрьские празднования 99-го года независимости этой страны. Новейшая история, которая началась с русской революции 1917 года. Но от кого хотят быть независимы финны и прочие европейцы? Или все разговоры о независимости имеют другой подтекст? На улице Хельсинки вышли сотни ультраправых националистов. На их флагах руна Тир, символ воинского бесстрашия и эмблемы 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС. Духовные наследники Черного Ордена уже зарегистрировали свою партию в Швеции. Кто на очереди? То, что фашисты сегодня рвутся во власть в государствах, соседствующих с Россией, уже не является просто страшилкой. Неонацистские движения сопротивления, зародившиеся в той же Швеции в 90-х, построены на четкой иерархии и дисциплине. Его лидер Класс Лунд стоял у истоков создания белого арийского сопротивления. А спонсируют организацию крупнейшие англосаксонские банки и транснациональные корпорации, как, собственно, и любую террористическую деятельность. Исламское государство создавалось с Соединенными Штатами Америки точно так же, как создавался... Афганские маджахиды создавались, точно так же, как создавался Талибан, точно так же, как создавалась Аль-Каида, как глобальный инструмент. Многие исследователи утверждают, что после 1945 года центр фашизма переместился в США. Самые радикальные и агрессивные неонацистские сайты, по их словам, находятся там. И закрывать их никто не собирается, хотя практически все они пропагандируют сатанизм и порнографию. В США есть специальные радиостанции и магазины для фашистов. Там разрешено пользоваться фашистской символикой. И, конечно, есть масса партий, организаций, даже кружков, восхваляющих Гетлера. В любом городе можно увидеть демонстрации американских фашистов, которые считают себя большими патриотами. Особой популярностью пользуется прокат фильмов нацистской Германии. И повсюду в продаже можно увидеть «Майн камф». Поэтому, по словам исследователей, бежал ли Гитлер в Аргентину, скрылся ли в пещерах Антарктиды, улетел ли на другие планеты или завещал сжечь свой труп после самоубийства, принципиального значения не имеет. Судя по многочисленным войнам в Югославии и на Ближнем Востоке, перевороту на Украине и стягиванию войск НАТО к границам России, дело Гитлера продолжает жить. А его идея о превосходстве одной расы над другими будоражит умы во всем мире. Для тех, кого интересуют неизвестные факты истории, мы выпустили новую книгу «Последняя миссия Гитлера». В ней ведущие историки России, Германии и США отвечают на самые острые вопросы. Действительно ли Гитлер покончил с собой или сбежал в Аргентину? Правда ли, что автор американского автомобильного чуда Генри Форд был главным спонсором Гитлера? Почему немцы старательно каются в Холокосте, но обвиняют русских в излишней жестокости? Вы смотрите «Русские булки». Сейчас мы перервёмся на короткую рекламу, но не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Не ешьте лешего. Почему нас кормят мутантами и что подсовывают под видом бургеров? Всё очень плохо переваривается, склеивается, потому что ингредиенты в этих бутербродах химические. Какую страну мы потеряли? Этот проект о тех временах, когда наши люди хоть в булочную и на такси и не ездили, но, прошу заметить, тогда вовла была. И бессовестную роскошь кучки проходимцев, растащивших страну, тогда невозможно было даже представить. Зато на советскую пенсию можно было жить. И таджики с молдаванами не побирались по помойкам российских городов, а были гражданами одной с нами великой страны. А Донецк был городом роз, а не кровавых бомбардировок. И в Киеве не ставили памятники Степану Бандере. И Новый год дарил радость всем, а не только тем, кто умеет зарабатывать бабки. А еще были советские хоккеисты. Да они скорее бы сдохли, чем вышли на игру с канадцами в робе безопознавательных знаков. Лучший мой подарочек – это ты. Почему сегодня на наших праздничных вечеринках Юра Шатунов собирает зрителей больше, чем сам Элтон Джон? И в чем секрет невероятной ностальгии, которая заставляет нас со слезами на глазах вспоминать времена советского дефицита и новогодние обращения дорогого Леонида Ильича? Поздравляю всех вас с Новым годом! Крепче за шоферку держись, баран! В этом дорожном репортаже мы попробуем поискать ответ на извечный вопрос – какой же пьяный не любит русской езды? Здравствуй, рота, Новый год! Вот так отрываемся мы. Открываю по-гусарски! А вот так они все время повторяют за нами. А нам и не жалко. Понятие русский – это всегда праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова